Триш и компания И еще раз всем добрый вечер 94.4 это весна.фм Здесь нас слушайте Сайт весна.фм Здесь нас смотрите И к нашей компании А компания это Дима, я и Вика Матвеева Стюардесса по имени Вика Вот Так что все кто боятся или не боятся Может какие-то смешные истории у вас с самолетами связаны Ну вы могут Я думаю их у всех предостаточно Да или страшные например Страшненькие истории Последнее время что-то очень много Особенно на наших отечественных авиалиниях Там люди из Египта как-то страшно возвращаются Страшно возвращаются из Египта, из Турции Вот и самое главное И самое главное то что я говорила Анонсировала еще в конце прошлого Часа Сергей Волчков Белорусско-российский певец Вот странно, он наш так написать Белорусско-российский Это синий, красный, желтый, зеленый Сережа здравствуйте Добрый вечер Вот финалист второго голоса И учитель Или как там наставник считается Это мною любимый Обожаемый Большой ему привет Мы очень редко с ним увидимся К сожалению Но он я думаю тоже Ему будет не противно от меня Я думаю он будет очень рад Да, 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 потому что я думаю Что вы с ним Особенно вот при подготовке к концерту Наверное Намного чаще видитесь Я не ожидала Такую армию поклонников Которая у вас Сергей Уже есть И я безумно счастлива Потому что вот все кто Голос вот прекрасный Талантливые люди А потом где они Вот где Дина Дина Вот где Вот куда они все деваются У них сейчас будет Тур по России Да Четыре девчонки Четыре красавицы Две победительницы проекта Голоса Это Дина Гарипова Александра Воробьева И в том числе Полина Конкина И Валентина Бирюкова У них будет тур по России Ну слава богу Потому что мне казалось Ну телевидение Это жестокая вещь Они выжимают из артиста Все что хотят Да Для шоу там Для себя Не совсем Я думаю что Для рейтинга А потом просто Нет Гуляйте молодой человек Или девушка Крыжополь Да и в Крыжополь Да То о чем вы говорили И я невероятно рада Что у вас такой большой концерт Давайте вы сами пригласите Хотя уже там бесполезно Все билеты распространены К сожалению На 14 февраля Билеты все раскуплены Но я всех вас жду 7 марта Добавочный концерт Сольный концерт С симфоническим оркестром Я вас всех жду И я думаю А тоже будет Александр Борисович участвовать? Александр Борисович Или только в первом? Нет В первом он будет участвовать А во втором Я думаю что тоже будут Приглашенные гости Мне просто еще не подтвердили Ребята кто будет Ну Билеты уже в продаже? Билеты уже в продаже И уже Много тоже купили Но я думаю что смотрите Вику то можно как-то пригласить Между перелетами Заземлиться там где Я только вот прилетел Потом в салон проведет Позавчера только сам прилетел Я хотел всем передать стюардессам привет Но я хотел одно сказать Мне очень понравилось Туда я летел бизнес-классом Куда? В Таиланд А обратно получилось так что экономом И я заметил все таки Окунулись Да я скажу Я всегда экономом летаю Я хочу сказать чтобы Всегда стюардессы улыбались Независимо в каком зале ты летишь Согласна Да это правда Потому что в общем-то более улыбчив Ребята Согласитесь Вот Стас ушел Как-то вот посвежее стало Он подслушивает Скажите как-то да вот легче дышится Потому что вот я не знаю Он много воздуха вбирал Большой человек Большой человек Да Хорошего человека должно быть больше Нет А как-то так спокойно да Как-то по-домашнему сразу стало Очень хорошо да Очень хочется послушать песни Ну давайте я начну с любимой наверное своей песни Которую написал Муслим Магомаев «Синяя вечность» Море вернулось Говором чаек Песни прибоя Рассвет пробудил Сердце как друга Море встречает Сердце как песня Летит из груди О море, море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибой Море возьми меня В дальние дали Паруса малым Вместе с собой Грустные звезды В поисках ласки Сквозь синюю вечность Летят до земли Море навстречу Детские сказки На синих ладонях Несет корабли О море, море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибой Море возьми меня В дальние дали Паруса малым Вместе с собой С собой С собой Возьми С собой Стриж и компания Сегодня самый счастливый день Если не в моей жизни То на этой неделе это точно Браво, Сергей Сергей, да? Я побежала сейчас за билетом Сколько раз он сработал? Не, ну сейчас Через интернет, наверное, можно И так далее Сергей Волчков Если вы только что Услышали И не поняли вообще Что происходит Потому что так сейчас Никто не поет Я вот У меня мурашки по телу К сожалению Потому что У меня такое ощущение Что мне пять лет Я сижу на кухне Пью чай И вот в то время Вот были все Живы и счастливы Да, вот Кто так пел Это просто Просто праздник какой-то У меня даже слов нету Давайте Татьяну послушаем Нам звонят Да Здравствуйте Здравствуйте Да Сережа, добрый вечер Добрый вечер Я ваша большая поклонница Со слепых прослушиваний И вот мой такой вопрос Экономия, например Я быстренько говорю Вы начали писать Диск военных песен К празднику К 70-летию Победы Да Скажите, вы успеете Как вы думаете Его записать Девятому мая Потому что Мы его очень и очень ждем Всем ведущим Большое спасибо Что меня Прослушали И приглашаю вас На наши концерты Сергея Волчкова Татьяна Алексеевна Здравствуйте Спасибо вам за вопрос Я Очень буду стараться Успеть записать Мы вот Только вот позавчера Приехал С отдыха И намечено 25 концертов Март-апрель И В промежутках Мы Я думаю Я думаю Что Я смогу Успеть Записать песни 15 произведений Которые уже записаны Оркестр записан В Белоруссии Я ездил Народных инструментов Под руководством Алданова И я думаю Что Все в наших силах Главное Желание И я думаю Что Все будет Потому что Уже несколько произведений Я впиваю И готовлю На Большей площади Именно в Попреле Вспеваете Как классно Вспеваете Большое вам спасибо Мы вас очень любим И очень ждем этого диска Спасибо вам большое До свидания Спасибо А диск готовится Да, Сереж? Да, диск готовится Но Много нужно трудов И Вы знаете Здесь есть Когда свой материал записываешь Вот я песню мгновения Здесь тяжело с кем-то сравнить Да Это моя песня А песни военных лет Это Такие песни Что Ну тяжело Тяжело Для меня каждое произведение Это большой труд И большая работа Это и видно Это и видно В хорошем смысле видно Не в смысле Что прям Старается человек Вот поет И видно Что он старается А именно то Что вы проживаете Это Сейчас такая редкость На самом деле Елена, здравствуйте Елена Да Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Вы плачете, что ли? Нет, мы не плачем Сережа Мы очень рады Видеть и слышать тебя Завтра Очень хотим Быстрее попасть На твой концерт Потому что Очень соскучились По тебе Ты отдохнувший Счастливый И очень большое Спасибо тебе За все Что ты делаешь Для нас Приятные слова Я Завтра вас не подведу Я завтра выступаю В Кремле Пою романс Ноктюрн Бабаджиняна И будет играть Оркестр Ансамбль России Это Ансамбль Зыкиной Это будет Романтиада На которой В 2011 году Я занял первое место И сейчас Как приглашенный артист Я не люблю Это слово Звезда Но Как звезда Романса Меня приглашают На участие Что касается Телефонных звонков Хорошо, Сережа Иметь много Знакомых Друзей Родственников Я знаю Это вот Елена Довганова звонила Родственников Группа поддержки Да, группа поддержки Которая везде Всегда со мной Это приятно И когда приезжаешь В какой-нибудь город В Омск Концерт В Сыктывкаре Когда ты видишь Близкие лица Родные лица И ты понимаешь Что ты не один Вот у тебя уже Есть поддержка И ты приезжаешь В другой город Ты получается Никого не знаешь А тут ты уже Спас С такой поддержкой Ну я предлагаю Вика Как вы думаете Попросить еще спеть Правильно? Я согласна Я предлагаю Прежде напомнить Номер телефона Да Чтобы люди еще звонили 8495 9099 94.4 Телефон прямого эфира А можно я спрошу? Да А Ноктюр Магомаева? Сегодня? Нет Ну сегодня Мы же без оркестра Что Это же минусовка Что захватили с собой Ну да Ага Я поняла Ну я думаю Что если вы придете 7 марта на концерт У меня, я так понимаю Выборание Тоже Ну да Ну Давайте Луч солнца золотого Тьмы скрыла пелена И между нами снова Вдруг выросла стена Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора И нац, на я солнце взойдет И солнце взойдет Петь птицы перестали В свет звезд коснулся крыль В час грусти и печали Ты голос мой услышь Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора Ненасная, солнце взойдет Солнце взойдет Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора Ненастное солнце взойдет Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора Ненастное солнце взойдет Солнце взойдет И солнце взойдет Солнце взойдет Сергей Волчков С сольным концертом Практически мини-концертом в рамках радиоэфира и программы «Стриж» и компания Сегодня в студии И стюардесса по имени Вика И вот здесь у меня вот такой вопрос Я так думаю, что вот мы здесь за кадром говорили о том, что не всегда приветливые стюардессы Бывают особенно если, ну, отличаются там в эконом-классе и так далее А вот в силу, например, вот ваш, вот нравится артист какой-то или спортсмен, или политик И увидите его в совершенно неприглядной ситуации, как он ведет себя в самолете, как он капризничает или еще что-то И вот рушатся идеалы, было у вас такое вид? Нет Я очень часто летала со знаменитыми людьми На удивление, прям То есть никого вот в хлам там не было? Никогда Вам просто повезло Мне повезло, летала я с Даной Борисовой Мы даже отдыхали вместе потом в одном отеле Прекрасная девочка С Тимоти Очень много работает, всегда спит, пьет только воду, молчит Всегда спит, молчит и пьет только воду Идеальный муж Идеальный муж Идеальный пассажир Да, идеальный пассажир Очень много знаменитых людей я возила И вот-вот-фу Действительно достойные люди А политики какие-нибудь? Зариновского? А, у него свой Я думаю, что в основном, да Они не пользуются услугами авиакомпаний Ну да-да-да-да То есть часто встречаешься? Часто А вам, наверное, запрещено вот приставать в том смысле там автограф или сфотографироваться? Нет, я всегда прошу Серьезно? То есть вас не ругают? Меня летал любими в полициях Предложить официанту выпить с собой Ну на салфеточке можно так тихонечко Ну вот как-то по-тихому? Ну по-разному, ну как сказать Я просила только у тех людей, которых я действительно очень уважаю Таких, как Дроздова мы фотографировали с всем экипажем Ну, Дроздовым это грех был Ну, грех, если он на голове не стоял Он везде стоит на голове Нет, очень-очень скромненько В эконом-классе, кстати говоря На моем пересадили А вот мы, пожилые ведущие, мы только экономом летаем Да? Да? Ну смотри, мы с вами Ну, я, например Нет, мы с вами, Вика, счастливые женщины Потому что вам не встречались плохо ведущие артисты А мне, вот в отличие от Сережи Не встречались неулыбчивые стюардессы Или там стюарды Это действительно удача И так далее Татьяна к нам дозвонилась Здравствуйте Да, здравствуйте Очень приятно вас и видеть, и слышать По видеотрансляции Покажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, Сергей А вот в одном из интервью вы сказали Когда Пахмутова услышала ваш голос Она так загадочно улыбнулась и сказала Что надо бы что-нибудь ему написать Есть какие-то планы или предложения с ее стороны? Я отвечу на этот вопрос Это была история немножко иначе Просто после исполнения Пахмутовой песни «Мелодии» Когда я пел с Патрицией Кургановой С незрячей девочкой на проекте И после этого исполнения Она на следующий день позвонила не мне А позвонила Александру Борисовичу Градскому И сказала, что мне очень понравился этот парень Насколько он пронес эту девочку Ну, на протяжении всего произведения И говорит Я после ухода «Муслима» не слышала мелодии Вот в таком исполнении В такой интерпретации И в дуэте никто ее не исполнял И говорит Я бы с удовольствием, наверное, написала бы Для этого мальчика какое-нибудь произведение Ну, время идет И, может быть, когда-то мне посчастливится Исполнить произведение, которое написала для меня Александра Пахмутова Екатеринбурга, дозвонились Вот что значит Технологии Шайтан-интернет Шайтан-интернет Вот это вот 21 век, понимаете А у меня такой вопрос Ну, практически, что ли Вы же на голос, в общем-то, довольно Ну, профессиональным певцом-то пришли, правильно? Это, ну, как так Ну, да-да Вот наставник Александр Борисович Вот что он вам уже профессионал Ну, дипломирован Певцу Вот что действительно он Куда он вас направил Что он вам подсказал Такое вот Что действительно Ну, вот реальная помощь Я понял Дело в том, что я Да, я закончил до этого Дирижевское хоровое образование у меня Второе, ГИТИС Актер музыкального театра И выйдя, наверное, из-за стен ГИТИСа И познакомившись с Александром Борисовичем Градским Он не стал, как педагог Именно учить меня, как в стенах ГИТИСа Там учит, например, постановкой голоса Репертуар там, оперный, да А он, как сказать Начал, наверное, вытягивать из меня индивидуальность Вот этот определенный нерв Который во мне есть Именно для чего я выхожу на сцену И именно не вокализировать, да, например Харизматичность Да, там, вот как я часто слышу Оперные певцы, бывают, заблуждаются в том Что нужно постоянно петь на опоре И они там Снова туда, где море А он именно Снова туда, где море огни Снова туда Именно отношение к музыке По-человечески Да, по-человечески Именно быть органичным Органичным на сцене Какой я в жизни, такой я и на сцене Вот поэтому Все Все голоса побеждают его воспитанники Его подопечные, так скажем Все, абсолютно И что за интересное И все вы красавцы Вы еще мало того, что вы талантливые Поете, замечательные Все, вы еще прекрасно говорите А то ведь поет хорошо А двух слов сказать не может Вот интервью, если брать, да Вот не могут сказать двух слов А артист, это входит в его профессию Тоже уметь общаться Уметь себя преподнести И не только вокально, но в данном случае Или там актерски, если говорить Но и еще быть приятным собеседником Браво, Александр Борисович Браво Еще давай номер телефона 8495-9099-94-4 Ну что, поем? Поем, да? Конечно Ой, сейчас будет тяжелое для меня исполнение Моей песни Может быть нам выйти? Нет, я не пойду Я же вижу ваши глаза Погасить цвет А вы заметили, Вика, что он поет для вас? На меня он из уважения Нет, нет, для меня из уважения Просто я ведущая А вот прямо Ну второе же новогоднее желание получается Надо было сразу сюда приходить Прямо 1 января Я пою для вас всех И я просто Ну что-то стал волноваться Когда вы сказали, что нужно исполнить сейчас Я постараюсь исполнить свою песню Которая называется «Мгновение» Жить спешим Все летит куда-то Как сказал мне один мудрец Ты лети Не забывай при этом Жизнь полет в один конец Сколько их вопросов без ответов Где же он всех ценностей венец Ты лети Не забывай при этом Чувства любящих сердец Вгновения Вгновения Счастливые секунды Вгновения Становятся года Пока любовь жива Пока друг друга любим Вгновения Вгновения Запомним Навсегда Сохраним Сердце Навсегда Просто нам Нужно Нужно быть мудрее И ценить Тех, кто любит нас Не забудь То, что в этом мире Мы живем Всего лишь раз Вгновения Счастливые секунды Вгновения Вгновения Становятся года Пока любовь жива Пока друг друга любим Вгновения Запомним Навсегда Навсегда Сохраним Сердце Навсегда Навсегда Вгновения Вгновения Субтитры создавал DimaTorzok Мгновения, счастливые секунды Мгновением становятся года Пока любовь жива, пока друг друга любим Мгновения запомним навсегда Пока любовь жива, пока друг друга любим Мгновения запомним навсегда Мгновения запомним навсегда Субтитры создавал DimaTorzok А вот многие наоборот привыкли, что зал, а здесь... Я вам скажу так, что это уже зал, три человека, это уже зал Вот когда меня говорят... Записываем песню, например, да? И передо мной стена, либо стекло... Все, для меня это сумасшедший А вот артисты-то делятся как раз на две категории Одни вот абсолютно студийные Им вот это вот не нужно, вот это все Вот отдавать кому-то эту энергетику Этот обмен не нужен Вот они студийные А есть... Уже не артист Вот, нет, почему? Есть очень много из зарубежных именно студийных артистов Это тоже очень такой труд, безумно тяжелый Да, а кто-то наоборот в студии ничего не могут А вот на концерте зажигают А пластинки пластмассовые выходят Ну, в смысле, по звуку, ну, в смысле, по энергетике и по всему А ведь пенсия-то у вас не за горами, Виктория Три года Три года? Неожиданный поворот Страшно как, да? Вот вам 18 лет? Я врала про 18 19 Нет, действительно, там год за три Этот обман жесткий Вот, ну вот представляете, я говорю И пенсию будете получать, да? Нет, это тоже обман на самом деле Пенсия будет только в пенсионном возрасте И если... Семь лет надо отлетать Потом работаете на какой-то работе Вы со скольки лет летаете, извините? Ну, просто такой, ну, ладно, ну, можно говорить С 11 С 11 Да нет, ну, на самом деле, конечно, я пошла в 11 лет С тюардесса в 11 лет Мне страшно В 22 года я пошла работать В 22 Семь лет уже, да? Нет, четыре Четыре, а еще три, да? Семь лет всего Ну, с одной стороны, обидно, конечно, да? А с другой стороны, вот у нас жизнь дана один раз Надо прожить ее так, чтобы не спрашивать у Ясеня А здесь повод, в общем-то, совсем другую профессию Идти, например, и, в общем-то, попробовать себя совершенно в другом качестве А куда пойдете? Или останетесь где-нибудь на аэродроме? Сложно сказать Посмотрим Жизнь покажет А почему? А я, кстати, где-то видела Заграничные авиалинии Там прям тетеньки такие Ну, за 40-то точно Нет, ну, вообще через 7 лет никого не выгоняют Просто это ты нарабатываешь себе вот этот Пенсионный опыт Ну, что-то такое Я, если честно, не вникала никогда А есть такая вот Как вот на телевидении Есть такая вот история, что Ну, вот Желательно молодая красительная Ну, такой товарный вид Ну, вообще есть Да? И берут же по росту и по внешности То есть у вас там на самолете тоже такая же проблема, как у артистов Там вовремя нити какие-то вставить Ну, да Да? Чтобы продлить век, да? Страшное дело Ну, главное прийти, а потом тоже прийти, чтобы по росту, по весу А потом можно гулять, есть три раза в день Ну, есть три раза в день А что, так нельзя, что ли? Ну, в чем? Ну, многие девочки действительно приходят в форму перед тем, как пойти Многие мечтают Я попала туда Я не мечтала об этом с детства Но я не жалею, что я пришла Многие же мечтают с детства Они идут к этому, как Ну, ведь на самом деле это вот дома не бываешь И потом риск какой Дома не бываешь Да, и риск какой Это вот для Садальского все дёти фри там, понимаешь? А вот А по большому Вот я, например, чем старше становлюсь Я вот боюсь летать Ну, то есть не то, что прям не до такой степени Как люди вообще отказываются от самолетов И некоторые страны для них закрыты Потому что, ну, вот Ну, болезнь такая, как плаустрофобия, как ещё что-то Но я как-то вот, если можно, без самолёта То есть вот если говорить о Петербурге Да? О моём любимом Ленинграде Я лучше, конечно, на поезд поеду Чем на самолёт И уж тогда на Сапсане на каком-нибудь Да, взаимно Вот, ну, или там тот же Минск Нам, кстати, по Межгороду звонят О, из Красноярска Ирина Здравствуйте Алло Здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Какой у вас там классный подъёмник? Здравствуйте, я не совсем из Красноярска А отхода? Конечно Очень волнуюсь Хочу передать Сергею большой-большой привет Сказать, что мы его очень ждём Я очень-очень жду концертов в Красноярске У меня билеты уже в кармане Я их каждый день проверяю на месте И хочу ещё задать такой вопрос, Серёжа Кроме вот этой новой песни ещё На мази что-нибудь есть? Да Мы до эфира прослушивали тоже новое произведение Вот этого же автора, который написал песню «Мгновение» О, есть у нас, есть Нет, ну а как вы думаете, если человек даёт Сольный большой концерт в Доме музыки Уж явно не пять песен Нет, своих вот спрашивают А, своих, именно, своих Своих Все песни знают Я думаю, что одна из военных Скоро, наверное, появится в моём исполнении Называется песня «Фронтовые друзья» И это к 70-летию Ну, я думаю, что Возможно, что скоро появится одна из песен Которая называется «Таинственная женщина» Но я не уверен, что она Я ещё... Мне нужно прожить Вот мне материал прислали Я его отслушал Сейчас я его пою И как только я пойму, что это моё Это, как бы, моя жизнь И я могу туда попасть Как роль выбираем Войти в предлагаемое обстоятельство Да, правильно О, спасибо большое Спасибо большое Ты всё сможешь Спасибо Спасибо большое Ирина Подошло время песни Потому что уже вот Мы скоро будем заканчивать А та хочется послушать две песни А та хочется послушать две песни Как же мне хочется для вас петь Да, давайте, давайте Ты никогда не бывал В нашем городе светлом Над вечерней рекой Не мечтал до зари С друзьями ты не бродил По широким проспектам Значит, ты не видал Лучший город земли Песня плывёт Сердце поёт Эти слова А тебе Москва Ты к нам в Москву приезжай И пройдись по Арбату Окунись на Тверском Шум зелёных аллей Хотя бы раз посмотри Как танцуют девчата На ладонях На ладонях больших Голубых площадей Песня плывёт Сердце поёт Эти слова О тебе Москва Слова ты вспомнишь моих Если только приедешь И увидишь хоть раз Лучший город земли Песня плывёт Песня плывёт Сердце поёт Эти слова О тебе Москва Москва Лучшее радио Весна-ФМ Москва На радио Весна-ФМ Стрих и Гамвайя Что называется? Отдуплились Про Весна-ФМ-то Отдуплились песенком И фир пойдёт Раз Весна-ФМ прозвучала Отлично Сработано Вот хорошо А в Москве живёте? Да Но из Минска, да? Нет, я из Белоруссии Небольшого городка Город Быхов Ну, районный город Могилёвской области Когда-то Там был военный городок Очень большой Морская авиация у нас находилась Но моря у нас нет Просто морская авиация Потом распределили Это как у нас Из Кубинки Три подводные лодки Стартанули Передавали в Евросоюзе Стартанули в сторону Украины Кубинка Там озера даже нет Подводные лодки Три Три Не, ну вообще так называется Морская авиация Да, у нас существовала И я Когда приехал Шесть лет тому назад Я поступил в ГИТИС На актёрском И набирал Тамара Ильинична Синявская И Розетта Яковлевна Немчинская К сожалению Её сейчас нету в живых Но это замечательный был мастер А заканчивал я уже Умерзой Владимир Владимирович А в Белоруссии были Какие-то концерты? В Белоруссии я принимал участие Славянские Это уже я когда победителем голоса Это уже на коне На коне На коне А там я нет Меня особо никто не знал Как солиста Я пел в хоре Пел в партии какие-то Мне давали сольные Принимал участие В международных конкурсах Именно хоровых Духовной музыки И побеждали мы и в Польше И в Минске Ну в основном это в хоре Всё происходило И здесь я тоже пел в хоре Правда В храме В таком приходском Хоре Ну мне очень нравится Хоровое звучание Во-первых ты там Не выделяешься А ты как-то поёшь ансамбль Это как говорил Шаляпин В хоре попеть Уши почистить Ну да-да-да Хочу сказать комплимент Родине вашей Потому что Более благодарные публики Это не только я Ну вот все Ну я не знаю Вообще Драматические артисты Причём Старого поколения И так далее Самое большое счастье Это когда гастроли Беларуси В Беларуси И тогда ещё Когда был Советский Союз Да и сейчас тоже Самый благодарный Зритель Это действительно так Это действительно так Я не знаю Не в ущерб Не в обиду Всем остальным народам Национальностям И так далее Нашей многонациональной Тогда Стране Хотя в общем-то И сейчас даже Если брать Россию Тоже Многонациональная Но вот беларусы Там выступать Я не знаю Как эстрадникам То есть Но вот что касается Драматических Вот я вспоминаю Отец Он просто Он спал и видел То есть у него Самые счастливые гастроли Всегда Как ни странно Тут он ленинградец Да был Он так в Ленинграде Не любил выступать Как вот он любил В Беларуси Время идёт Это такие Ну вот я не знаю Сейчас я вам скажу В России очень тепло Очень так тепло принимают Да-да-да-да Сейчас вообще везде принимают Очень хорошо Как-то люди изголодались Ведь одно время Как-то был какой-то простой Вот А сейчас и в театр И на концерты ходят И вообще просто Ну Все с цветами Все нарядные Красавцы Супер Я В Витебске Мой был первый сольный концерт При Славянском базаре И Приехало очень много Людей Из моего родного города Из Быхова И очень много Приехало россиян Моих поклонников И Я очень конечно заметил Они ехали с большими букетами Из России Везли всё А У нас в Беларуси Немножко поскромнее Во-первых Заработок Поскромнее Но они тоже так С цветочками Всё Но Наши люди Немножко как-то Они так скованы Но они радуются Они так тепло А вот русский народ Он прям тоже Он радуется Но по-своему Но белорусы Но белорусы всё-таки Ближе к Европе Чем мы Всё-таки Больше такая Сдержанность Я вообще не разделяю Конечно публику Для меня публика Она единая Но Мне больше всего нравится Публика Которая понимает На русском языке Я люблю петь на русском И чтобы она понимала А я хочу сказать Давненько я не слышал О хорошей Такой клёвой музыке Вот Хорошего голоса Классного исполнения Вот такая вот Такая вот Хорошая крепкая эстрада Вот так вот Я соскучилась Поэтому Честное слово Я предлагаю прерваться Сразу после Сразу после рекламы Сразу после рекламы Ещё одна песня И будем прощаться Что вы что Теперь Ну не прощаться До свидания Не люблю слово прощаться Под пиринком бродит лето Солнце льётся прямо с крыш В потоке солнечного света У киоска ты стоишь Блестят обложками журналы На них с восторгом смотришь ты Ты в журналах увидала Королеву красоты А я одной тобой любуюсь И сама не знаешь ты Что красотой затмешь любую Королеву красоты И я иду к тебе навстречу И я несу к тебе цветы Как единственной на свете Королеве красоты С тобою связан Навеки я Ты жизнь и счастье Любовь моя Красавец видел я немало И в журналах и в кино Но ни одна из них не стала Лучше милой всё равно И даже сам и не заметил Как ты вошла в мои мечты Ты милей всех на свете Королева красоты С тобою связан Навеки я Ты жизнь и счастье Любовь моя По переулкам бродит лето Солнце льётся прямо с крыши Потоки солнечного света У киоска ты стоишь Блестят обложками журналы На них с восторгом смотришь ты Ты в журналах увидала Королеву красоты Ты в журналах увидала Королеву красоты Ты в журналах увидала Королеву красоты Весна ФМ представляет Каждый вечер с 18 до 20 Стриж и компания Ну что ж, друзья, мне остается Сказать всем спасибо, все свободны Вика, спасибо большое Легких полетов, перелетов Мягких посадок И хороших пассажиров Добрых, улыбчивых, послушных Дим, ну мы прощаемся до понедельника Ты в курсе, что у нас будет понедельник или кто? Я нет Я вот таким же непонимающим глазами сейчас на тебя смотрю А пусть это будет и для нас сюрпризом А пусть это будет и для нас сюрпризом Сереж, ну и тебе хороших Концертов Тура прекрасного Народ ждет, народ волнуется И надеюсь, что мы встречаемся Не последний раз в этой студии Дай бог, мне очень понравилось Да, я думаю, что с белорусским оркестром Сюда очень хорошо будет прийти Потеснимся как-нибудь Ну а перед тем, как пожелать вам всего самого замечательного И главное, легких и прекрасных Добрых, вкусных выходных Как обычно Раз французы не отдают мистрали Давайте у них ашаны заберем Переименуем их в ушаны И будем разливать там вятский квас От работы до заката Стриж и компания на радио Весна ФМ